Трех желаний. Это же одно счастье, так сказать, с «Тенгизом Абдуладзе». Да, практически я во всех фильмах. Только в одном фильме не снимался «Тенгиза», по-моему. Это в «Мольбе» не снимался. В остальных, по-моему, во всех фильмах. Да, и «Тенгиз», когда сказал, что вот так, так снимают фильмы, так. Я даже не увидел, я принял, как обычно, да, это сделано. И то, что вот так он ходит, это, вы знаете, ничего просто не происходит. Он тоже так ходит, потому что все эти идеями, так сказать, озабоченные люди, они хорошо не стоят на ногах, они вот так ходят в цель, вот так. И вот так им вот. Ну, иногда такие люди правду говорят. Идет, идет, придет, говорят, революция придет, и всех, говорят, снесет и так далее. Они иногда говорят правду, но они хорошо не стоят на ногах. Вот так ходят. Вот так ходят. Да. Таким людям не нравится нормальная жизнь. Но иногда такие люди нужны. Вот, когда, говорят, вот это, говорит, земля, говорит, это, говорит, отравлено от у меня. Это кто-то, наверное, в свое время сказал, вот отравлено для себя это там. И сам тогда не смог, но для своих потомков, наверное, оставил, что вот отравлено. И никто не дотходит, отравлено. Он пришел, вот ничего не отравлено. Вот взял и покушал. Эти люди ломают стереотипы, знаете. Эти люди ломают жизнь те, которые устроились хорошо, знаете. И такие люди никогда никого не устраивают, понимаете. Но все-таки они ходят вот так. Вот эти люди, если хорошо встанут, хорошо на ноги, тогда оно, наверное, будет лучше. Они никогда не станут правильно так. Они всегда будут ходить вот так. Хе-хе-хе. Да. Трех желаний. И вот как бывает. Гениальная графика у Ладо Гудешвили. Гениальная. Совершенно. Миллион обезьян. Миллион обезьян у него нарисовано. И внутри красавица женщина. Вот так. И всем обезьянам говорят, какая она уродка. Вот такое. Посмотри, какая она уродка. А эта красавица вот так стоит. А все обезьянам говорят, какая она уродка. Тут... Кого больше, что ли, наденут? Красоты мало. И все некрасивые скажут про красоту. Какая... Что за... И, наверное, вот так. Это красивое создание не устраивало этих некрасивых людей. И уничтожили красоту. Вот это. Это вечная проблема. Понимаете? Как вечная проблема. Любовь, ненависть, дружба, зло. Это вечные проблемы. Они будут всегда существовать. Некоторые очень талантливо будут писать. И снимать. Или рисовать. Или создавать какую-то музыку. Некоторые не талантливо. И вот так это все. И другие разные формы будут придумывать. Потом вернуться к очень, так сказать, забытому. Новое, это хорошо забытое старое. И вот так. Крутится и крутится. Вот так. Надо же существовать. Вот живем и существуем. Понимаете? Некоторые интересно. Некоторые неинтересно. Те, которые неинтересно, хотят, чтобы испортить людям интересное. Потому что... Вы знаете, вот «Отелло», «Отелло», спектакль. Это не про любви спектакль. Пьеса. Это про зло. И хотел, по-моему... Так и Шекспир. «Ягу» она называлась, по-моему. Хотел так. «Ягу». «Отелло». Зло разрушило все. Мне не нравилось, что кому-то очень. И то, что черное и белое, там, это было для него, как бы, вот это, как это может быть. И разрушило это счастье. Знаете? Извините, ничего. Платок какой-то. И все разрушило. Зло. Да. Это вечная проблема. Человек по природе зол. Об этом говорят великие люди. Я много раз говорил, и сейчас хочу повторить. Ганг сказал, что я, 80-летний старик, пришел к печальному заключению. Раньше и сказано, он, так сказать, заключение пришел к печальному. Человек по природе зол. Природа его золо. Когда вы увидите доброго человека, значит, он ушел от своей природы. Это сильный человек, который уходит от своей природы. Когда человек, знаете, вы видели, как белый медведь ходит один в этом страшном во льдах? Вы видели, что думает, не боится? Это его природа, понимаете? Знаете, где мужество? Когда ты боишься, и ты свою вот эту боязнь, ты можешь перейти. Когда ты не боишься за кого? Ходит медведь. Не боится, это его, это его. Понимаете? Вот когда сильный человек, когда в этом, в природе зла, то он добрый. Это сила. Когда вы увидите доброго человека, знайте, что он сильный человек. Когда вы увидите злого человека, он не сильный человек. Он слабый. Он идет за своей природой. Ну, природа. Кусается. Ах, ах, кусается, понимаете? Он сильный. Нет. Когда интеллектуальный, это все вместе должно быть. Лучше быть добрым, любящим, терпящим. Мне не нравится слово, когда говорят, как это, терпимость. Когда я терплю кого-то. Как это называется, боже мой? Терпеть другую нацию или других людей. Толерантство. Толерантство. Толерантство, да. Как боже мой. Толерантство. Как будто толерантство будет принято как-то достоинством. Нет, это терпеть. Какое ты имеешь право кого-то терпеть? Что это значит? Значит, он тоже должен терпеть тебя? Или тебя терпеть нельзя, и ты имеешь право терпеть кого-то? Почему кто-то кого-то должен терпеть? Какое ты имеешь право кого-то терпеть? Ты это должен принять как нужное или должное. Как жить нормально. Да, я тебя терплю. Хорошо, хорошо. Сиди, я буду терпеть тебя. Как это? Кто ты такой? Что кого-то терпеть? Вот. Вот. Для меня добрый человек. Иногда доброту некоторые оценивают как слабость. Да как обидно, когда доброму человеку иногда приходится показывать зубы. Я говорю, ну, или клык. Я добрый, но не значит, что я очень слабый. Ой, оказывается, у него клыки есть. И тогда съедут все на месте. Ужас какой. Обязательно надо запугать человека, чтобы начал уважать тебя. Ужас. Иногда приходится. Бывают такие ситуации. Как бы, да, без… Неправильно понимаешь, что это… Твоё так надо… Иногда что-то… Вжу-жу… И пустив – Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Станесся на место. Обидно. Конечно. Зло. Добрый человек для меня умный, интеллектуальный и сильный. А злой человек для меня неумный, дегенерат и слабый. Вот это для меня сразу. Раз критерий какие-то. Да, для меня вот так. Злой человек для меня дебил и слабый. Хм.